Добрый день дорогие друзья! Сегодня настала очередь Коломны показать нам свои замечательные эксклюзивные парадные. Они, конечно, надо признаться немножко поскромнее, чем на Петроградской, чем в Центральном и Адмиралтейском районах, но, тем не менее, здесь тоже есть свои определенные изюминки. Мы с вами разделим наш маршрут на две неравные части. Большая коломна Покровский остров и малая коломна Коломенский остров. Начнем с большой коломны из дома на перекрестке двух переулков Придильного и Люблинского. Эта великолепная жемчужина северного модерна была построена в 1908 году по проекту Александра Львовича, а, вернее говоря, Хацкеля Мейровича Лишневского, того самого человека, который построил дом городских учреждений на углу Садовой и Вознесенского. Практически всем петербуржцам известно, что Лишневский это демонический архитектор. Все помнят этого сбитого Мефистофеля на Лахтинской 24, это тоже его творчество. Здесь ярко выраженных демонов на фасаде нет, но тем не менее в интерьерах есть то, что историк Александр Иванович Чепель назвал коридор смерти. Давайте посмотрим. Недавно парадная была покрашена еще в такой ярко-зеленый цвет. Теперь он стал более сдержанный, правда, согласен, немножко здесь пахнет. Демоны, наверное, дают какие-то эффекты запаха. Вот эти вот чертенята, которые украшают эту узкую парадную, напоминающую пещеру, и дали повод назвать эту парадную коридором смерти. Конечно, условно. Демоны не предполагались специально для этого дома. Насколько мне удалось выяснить, это демоны, которые остались от дома городских учреждений, их просто некуда было деть. Если мы прогуляемся с вами по дому городских учреждений, то там в одной из парадных будут точно такие же, только менее убитые. Поэтому нельзя сказать, что Лишневский фанат вот этих вот демонов, что он их лепит на все здания, это какой-то его фирменный стиль. Он был заложником этого фирменного стиля, потому что в доме городских учреждений был проведен эксперимент, а дальше всем заказчикам очень нравились эти черти, эти горгули и химеры и так далее. Ну, ему приходилось их лепить. Правда, в десятом году, когда он устанавливает этого Мефистофеля на Лактинскую 24, на фасад собственного доходного дома, он как бы себе говорит, что все достаточно, с демонами покончено, переходит уже в более сдержанную классическую архитектуру с палладеанскими мотивами. Интересно, что это здание, этот доходный дом никогда не имел черных лестниц. То есть здесь только вот два подъезда, черных лестниц нет. Тот случай, когда мы справедливо можем наконец-то сказать это замечательное слово «подъезд», потому что парадная лестница, это когда есть парадная и черная, это подъезд. Черных лестниц не предполагалось, это район Коломна, это уже была практически городская окраина в начале двадцатого века. До того, как здесь строился модерн, вообще здесь все было, ну, в основном, деревянное или очень-очень скромненькое, и квартиры в начале двадцатого столетия оставались небогатыми. Напомню, что дом построен в 1908 году, владелицей была госпожа Рыбина, супруга строительного подрядчика Федора Михайловича Рыбина, который подружился с Лешневским на строительстве дома городских учреждений. То есть, видите, дом городских учреждений у нас всегда некое связующее звено. Чуть-чуть выше пройдемся. Для маскировки простейшего двора в работах Лешневского, да и не только Лешневского, часто используется витражное стекло. В данном случае трудно назвать это витражом, просто цветные стекла, зеленые и просто рельефные, были вроде как еще желтые, но они утрачены, которые маскируют вот эту вот стенку во дворе. Решетки простые, скромные и дальше с демонами или какими-то другими существами мы уже с вами не столкнемся. А мы дальше-то что хотели? Ага, Стюнкель, угол Садовой и канала Грибоедова. Перекресток Садовой улицы и Екатерининского канала. Один из тех домов, про которых можно сказать дом-стена из-за специфической угловой части или дом-утюг. Бывает даже дом-карабль, в общем-то в начале 20 века было очень много причудливых форм, которые оформляют угловые части доходных домов. Это доходный дом Греховой, построенный в 1910 году по проекту этнического финна архитектора Альберта Стюнкеля. Альберт Стюнкель породнился с семьей Бенуа и, как и многие архитекторы, которые пошли таким путем, в общем, благодаря этому и получили известность. Но Стюнкель это не просто архитектор, это человек, который действительно оставил в Петербурге четкий финский след с этими порталами, гранитом. Его творение на Ждановской набережной 9, единственное в Петербурге здание, единственный доходный дом, который целиком отделан гранитом, но этот уже только частично. По центру фасада посадовой улицы стеклянный эркер, кстати говоря, украшенный уже классическими сюжетами. На уровне последнего этажа под самой крышей любимая для Стюнкеля Медуза Гаргона, тоже постоянный гость его зданий. Внутри очень любопытно, сейчас попробуем туда прорываться. Вспышечку надо, наверное, рубить, да? Или у меня глаза лопнут? Так на окно, посмотри, что за твоей спиной. При входе в парадную нас уже встречает финская керамическая печь или завода АБО, или Роколниокского гончарного завода. Напомню, что печи, которые оформляют петербургские интерьеры начала 20 века, как раз-таки в основном финляндские. Это первое интересное, что есть в этой парадной. Второе, это сама форма и геометрия лестницы. Подобная изгибающаяся конструкция, в которую внедрялся лифт с вот этими вот косаурами к лестничным маршам. Пожалуй, что в Петербурге практически не встречается лестница чисто финская. Вот если погулять по парадным Выборга, там сортовала, будет примерно тот же эффект. Третья интересная деталь, это квартирные двери. Вот это моя любимая резкая изгибающаяся часть, ну вообще не петербургская, вот чисто финская модель. Обратите, пожалуйста, внимание, сохранились квартирные двери. На Ждановской набережной 9 почти такие же в другой работе Стункеля. Двери с оригинальными заклепками, которые напоминают нам крепостные ворота. В этой парадной все двери были исторически одинаковые. На следующем этаже волонтеры группы Гэнг отмыли одну петлю. Даже две. Вот оригинальный цвет. Скорее всего, и номер 6 тоже оригинальный. Правда, по другим данным, может, уже и советского времени. То есть, вот видите, в одной и той же парадной действительно всегда одинаковые квартирные двери. Мы с вами покидаем Большую Коломну. Перемещаемся на Коломенский остров в Малую Коломну. Следующий адрес Дровяной переулок 4. Мы с вами переместились в Малую Коломну. Дровяной переулок 4. Наш следующий адрес. Симметричный пример модерна, отделанный штукатуркой и глазурованным кирпичом. Тот самый дом, где жил легендарный художник Добужинский. Построенный в 1907 году по проекту гражданского инженера Константина Исаевича Розенштейна для домовладельца Кузьмина. Ну, интересен даже не экстерьер, а интерьер этого дома. Почему мы это включаем в наш фестиваль парадных? Потому что там совершенно уникальное объединение двух лестниц. Причем парадная не отличается от черной. В чем особая изюминка. Давайте посмотрим. Продолжаем. Продолжаем. Действительно, за вот этой вот стеклянной перегородкой с фрагментами сохранившегося цветного стекла прячется черная лестница. Но что любопытно, они действительно фактически одинаковые. Там и там, кстати, одни и те же лестничные ограждения. Но черную лестницу со стороны парадной исторически видно не было. И есть такая домашняя легенда, что будто бы вот эти цветные стекла шли до последнего этажа, а на последнем были не просто цветные стекла, а не больше не меньше изображения богоматери с младенцем. Но, скорее всего, вериться в это с трудом это просто такая вот легенда, чтобы придать дому какую-то особую статусность. Напомню, что объединение двух лестниц не так уж редко встречается в Петербурге начала 20 века. Но здесь, пожалуй, что наиболее интересный прием и с изгибами, и с идентичными лестницами, и с цветными стеклами. И главное, что сохранились исторические стеклянные перегородки. Следующий адрес Дровяной переулок 8. Дровяной переулок 8. Дом, который чаще всего вообще не включается ни в какие стили, поскольку авторитетные искусствоведы говорят, что у него нет стилистических признаков. Ну, условно, можно обозвать терпичным стилем. Кто-то называет эклексикой, кто-то модерном, кто-то просто рядовой застройкой. Но, на самом деле, здание интересное. Хотя бы по декору. На уровне второго этажа лепные барочные вставки, на уровне четвертого и пятого этажей керамические вставки. Кстати, опять из напольного метлаха. Надо сказать, что здание вообще само по себе очень странное и уникальное. Пока что скажу, что оно построено по проекту архитектора Липского в 1902 году. И для того, чтобы нам понять его структуру, мы с вами зайдем во двор. Как видите, дворовый фасад мало чем отличается от центрального. То есть, тоже кирпич, тоже всевозможные декоративные элементы, но немножко их, конечно, поменьше. Есть у меня такая версия, что дом хотели продолжить вторым корпусом увести его куда-то дальше, но этого не случилось. И строительство по какой-то печени было остановлено. И более того, как я думаю, было допущено некоторое строительство, некоторое количество архитектурных ошибок. Вот что вот это такое по центру Резолита? Ну, любой скажет, что это вот та самая парадная лестница, куда мы могли бы сейчас зайти с фасада. Нет, это лестница черная. А где же находится парадная лестница? Мы сейчас узнаем, когда вернемся в дровной переулок и зайдем с центрального входа. Я запутался... А, все, распутался. Значит, первое, что хочется сказать, все-таки относительно декора. Обратите внимание, уникальная терамическая плитка. Больше такого не попадается рисунка. Здесь она используется на каждом этаже. Второй артефакт это медальоны, которые помещены на каждом этаже по паре и в межэтажных пространствах еще по одному медальону. Как я предполагаю, там находились зеркала. Там они отражают друг друга. Думаю, что был такой зеркальный эффект. Сейчас увидим. Здесь, может быть, какая-то лепная была розетка. Но, чисто логически, туда должна была быть вынесена парадная лестница с окнами во двор. Но почему-то от этого отказались. И посмотрите, пожалуйста, куда же смотрят окна парадной лестницы. Ну вот вообще нонсенс. Мало то, что петербургское окно вообще парадное обычно не выходит на улицу, так здесь окна еще и повисли между пролетами. Выглядит это очень странно и такое ощущение, что просто не знали, куда ее деть. Решили, наверное, сделать такую же двойную, может быть, соединить парадную и черную. Но почему-то отказались от этой идеи. Получилось действительно очень странно и своеобразно. Напомню, что дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Владимира Николаевича Липского. Вообще, я удивлен, что такой окраинный дом был построен по проекту чуть ли не академика архитектуры, одного из авторов торгового дома «Эсдерс и Схефальс» магазина «У Красного моста» на перекрестке Муйки Гороховой. Финальный акт Мурлезонского балета «Псковская 5. Дом Валаева». Ну, в конце 19 века и даже в начале 20-го колонна, как я уже говорил в начале, как большая, так и малая район окраинный. И каких-то уникальных, оригинальных построек, в общем-то, здесь обнаружить было трудно. Но, тем не менее, в начале 20-го века ситуация начинает меняться. И вот это вот здание на Псковской улице 5 – это, пожалуй, что первый пример такого радужного, цветного здания в Коломне. 1910 год, доходный дом Александра Ивановича Балаева, архитектор Сергей Владимирович Банниге. Тут есть все. И глазурованный кирпич, и на уровне первого этажа дикий камень. Больше всего мне нравятся кованые кронштейны на уровне четвертого этажа и ступенчатые фронтоны на уровне последнего. Я вообще видел два раза только ступенчатый фронтон такой лесенкой у Крыжановского на Таврической и вот здесь. По-моему, Крыжановский все-таки был первый, но в Коломне точно это единственный пример, когда используется подобная структура. Посмотрите, пожалуйста, как оформлен вход в единственную парадную. Аркопортал с пилястроколонными неверной формы. Ну и, конечно, по-петербургски с львиными масками. Заманчиво будто бы открыты двери парадной. На самом деле за кордоном еще железная дверь, которую мы очень-очень с вами постараемся прорвать. Марина, здравствуйте. Это Грибков хочет вашу печку поснимать. Спасибо. Вспышку, я потерплю. Вспышка, вспышка. Ладно, надо глаза закрыть. Так, немножко договорим про дом, потом поговорим про интерьер. Значит, дом был построен, как я уже сказал, по проекту архитектора Банниге, который был выпускником Института гражданских инженеров. И дом принадлежал строительному подрядчику Александру Ивановичу Балаеву. Вот тот самый случай, когда, в общем-то, Банниге, в общем-то, жил за счет Балаева. Потому что почти все его работы построены для одного и того же человека. Сам Балаев жил на Верейской улице, в доме, который тоже, естественно, был построен по проекту Банниге. А здесь только сдавал квартиры, используя этот дом как некую визитную карточку. Кстати, когда дом принадлежал строительным подрядчикам, как правило, реализация не имеет вообще ничего общего с первоначальным проектом. У дома изначально не планировалось никакой глазурованной плитки ни на фасаде, ни в интерьерах. Но, тем не менее, как видите, здесь тоже цветная плитка. Она подчеркивает то, что мы с вами уже видели на фасаде. Напольная плитка Виллеруа и Бог, пожалуй, что один из самых частотных образцов, который нередко можно встретить именно такого рисунка в разных парадных. Но доминантой лестницы является керамическая каминная печь с чертополохами. Она так и называется, печь с чертополохами. Известно, что изготовлена она на заводе Або по эскизу финского дизайнера Вернера Полона. Если я ничего не путаю, впервые он продемонстрировал эту печку то ли в Ганновере, то ли в Берлине. Они потом активно эту модель начали выпускать на заводах. Если кто-то когда-то был в Росфото на Большой морской 35, это вообще кладезь печей. И, в общем-то, там есть и морской дуб, и тюльпан, по-моему, и чертополох. То есть вот и березка, то есть все печи, которые с растениями, с цветочками выпускались в Финляндии. К сожалению, одну из вставок недавно сперли отсюда. Мне кажется, что я ее еще помню лет десять тому назад, когда я впервые вошел в эту парадную. Но, с другой стороны, вставка есть. Ее украшают не просто ящерицы, это не ящерицы, это саламандры. Что делает саламандра на каминной печи? Она страхует дом от огня, потому что, согласно легенде, саламандра огня не боится. Именно поэтому саламандрами называли страховые общества, которые занимались страхованием от пожаров. Вспомним тоже Горохову-4, страховое общество саламандра. Дорогие друзья, это была Коломна. До встречи где-нибудь за городом. Спасибо за внимание. До встречи! До встречи!